Трое играющих берут четыре фишки, причем пятый игрок все время выкидывает. Сегодня игроков у нас двое, причем один из нас эксперт. Так что в правилах самых популярных настольных игр путаться не будем. Суть простая, мы начинаем жизнь, зарабатываем деньги, зарабатываем разными способами, то есть либо акции покупаем, либо недвижимость, либо... Ну в принципе у нас есть работа, которая приносит деньги. Но задача, собственно, чтобы ваш пассивный доход превысил ваши расходы. Игра Либертекс напоминает всемирно известный Монополию и Денежный поток. Только это русская версия. Придумали ее, кстати, сами бизнесмены. Хотели показать всем, как они живут. Честно, держите в руках миллион. Я думала, по-другому выглядит. А еще эти бизнесмены хотели через увлекательный игровой процесс обучать серьезным вещам. Расставлять приоритеты, управлять временем, финансами и многому другому. Не пугайтесь, здесь все несложно. Играть можно тем, кому от 8 до 80 лет. Время партии – полтора-два часа. Хотите игру поактивнее и повеселее? Специально для вас открываем Экивоки. Здесь задача какая? Объяснять слова своей команде. То есть объяснять разными способами. Здесь способов шесть. То есть можно обычно, как в Элиасе, словами. Ну, естественно, не используя однокоренные, там, и так далее, да, синоним. Вот, слово наоборот. То есть вы произносите с конца слова до начала, чтобы ваша команда поняла, что это за слово. Ну, вот, можно спеть песню, нарисовать рисунок, ну, соответственно, жестами, то есть именно жестами, как пантомимы, как крокодили, и вопросы да-нет. То есть ваша команда задает вам вопросы, на которые вы будете отвечать да-нет, и они уже должны угадать, соответственно, слово. Значит, удается ровно на минуту. Кидаем кубик. Он определяет номер способа, которым мы и будем объяснять слово. Для меня выпало слово наоборот. Ла-на-к. Ро-мо-ле-б. Слово с миллионом бомб. Я старался наоборот простое выбрать. Еще раз давайте. Ла-на-к. Вот это вот. Канал. О. Ура. И начало слова. Ро-мо-ле-б. Бел. Да, и ро-мо наоборот. Бе-б. Да, да, ну это вообще простое слово. Еще дедушки его курили у нас. Беломор канал. Все просто. Хорошенько посмеяться можно и с игрой Imaginarium. Задача придумывать ассоциации на эти карточки. То есть каждому игроку раздается по шесть карт. Здесь играть можно больше трех человек. В любом случае четыре минимума. Вот. И задача какая? То есть ведущий, ведущий меняет, скажем, у нас по кругу. Вот. Он выбирает наиболее ему понравившуюся карточку. И, собственно, дает ей какую-либо ассоциацию. Придумать эту ассоциацию дело непростое. Вы только посмотрите на эти картинки. Люди, животные, предметы. Все смешалось воедино. В Москве как-то даже организовали выставку этих картин. Интересно, что творится в голове их авторов. Ассоциация «Три сестры». Я кладу карту. Кладется карточкой, да. И следующие игроки, соответственно, выкладывают свои наиболее подходящие к этой ассоциации «Три сестры». Четыре карточки у нас укладываются, если вчетвером играем, перемешиваем их. И, соответственно, выкладываем их открыто. Задача всех игроков, кроме ведущего, угадать, что же загадал ведущий. Правила могут редактироваться самими участниками. В общем, на что вашей фантазии хватит. Современные игроки могли бы назвать еще с десяток игр. Но об этом уже в следующий раз. Ксения Ушакова и Анастасия Бушуева. Для Легко. Анастасия Бушуева. Анастасия Бушуева. Анастасия Бушуева. Анастасия Бушуева. Анастасия Бушуева. Анастасия Бушуева.